За 9 лет службы случалось многое. Сейчас уже трудно чем-то удивить, рассказывает сотрудник спецподразделения Росгвардии Алексей. Не стал исключением и тот день, когда он вместе с коллегами выехал на сообщение о найденных в лесополосе авиабомбах. В таких ситуациях важно сохранять самообладание, отмечает Алексей. По оценкам специалистов, найденные снаряды оказались 1932 года выпуска и были в состоянии боеготовности. Росгвардейцы приняли решение уничтожить авиабомбы на месте. Спецоперация продлилась несколько дней, но результат важнее всего – люди в безопасности. За операцию по ликвидации опасных снарядов сотрудника Росгвардии наградили. Выехали на сообщение, как обычно, оценили обстановку. Получилось так, что бомбы были в подвижном состоянии. Любое к ним какое-то физическое действие могло привести к взрыву. Постепенно к ним подобрались и начали уничтожать их на месте. Точное количество я не могу сказать вам, но больше 20 было. 2021 год для вневедомственной охраны выдался насыщенным. Сотрудники Росгвардии более 10 тысяч раз выезжали по сигналу тревоги, пресекли свыше 1300 преступлений и нарушений общественного порядка, задержали 130 человек, находящихся в розыске, а также обеспечили охрану порядка 22 тысяч объектов. Их цель – безопасность жителей неизменно даже в период пандемии. В условиях пандемии работать значительно тяжелее. Это, наверное, самый главный сдерживающий фактор такой на результатах нашей оперативной деятельности. При этом мы четко понимаем, что в этих условиях нам придется работать еще некоторое количество времени, поэтому вырабатываем свои подходы к обеспечиванию правопорядка для того, чтобы жителям Самарской области жилось безопасно. После подведения итогов работы ведомства за минувший год прошло торжественное награждение лучших сотрудников. Слова благодарности прозвучали и в адрес СМИ региона, включая наш телеканал «Самара ГИС». Михаил Гермоленко, Василий Колдашов. События.